Он сейчас будет Антон Сверкин, у нас в том году выступал на открытой студии сотворчества в рамках фестиваля. У нас в этом году, ну то есть обычно все начинается на самом деле у нас со студии сотворчества, поскольку это такое у нас ежемесячное мероприятие. И как раз там мы со всеми новыми авторами общаемся, которые к нам приходят, хотят что-то показать. И вот если вдруг у кого-то есть какие-то знакомые, интересные авторы, которые пишут хороший бизнес с хорошими текстами, то как раз можно сотворчество их направить. И обычно сейчас у нас на студии сотворчества в феврале проходит в рамках фестиваля вот несколько лет, и как раз именно с этой студии мы обычно начинали. Но в этом году так все получилось, что наоборот, мы закроем открытые студии сотворчества, наш фестиваль, четвертый концерт будет. Вот, ну в общем Антон у нас сыграл в том году как раз на такой студии, с ним познакомились, он живет в Рязани, вроде не очень далеко, но все-таки и не близко, да. Поэтому часто особенно не наездишься в Москву. Вот, ну в этом году он у нас сыграет вот уже, познакомят с тем, что он там за год написал, и может быть что-то старое исполнит. Так, что там, сейчас собираемся? Ты готов так, в принципе? Просто предлагаю начать какую-нибудь такую песню. Ну я сейчас, я сейчас начну, то есть я именно исходя из концепции вот этой вот зеркала, да? Давай чуть, можно спеть пока, если, опять же, в том году был бы Шлачев, так, чтобы народ собрался, если хочешь, просто, чтобы народ собрать, просто перерывом. А вот там все программы. Ну знаешь, я вообще вижу, что уже народ так потихонечку собирается. Не, ну как хочешь. Давай, сейчас я начну, да? Своё тогда. Антон Свиркин, город Рязань, группа у него есть, существует, и знаю, что она живая и вполне себе. Здравствует группа Склади. Добрый вечер. Про зеркала уже много здесь говорилось, вот, и когда Дима вот озвучил, ну точно не озвучил, он написал мне ВКонтакте, что будет именно зеркала, я даже немного обрадовался, вот, потому что здесь мне попроще было выбирать. Мне на ум сразу же пришла одна моя старая песенка, она была, наверное, такой первой ласточкой, первой вехой, что ли, в акустической программе. То есть фактически акустической моей какой-то программы тогда еще не было, то есть мы рубили тяжелый рок, в общем, по полной программе. То, что мы делаем мы сейчас, конечно же, но тогда вот не было акустической какой-то программы, и когда я написал эту песню, я понял, что у меня, конечно, в электричестве никак не вписывается. Вот, песня называется «На той стороне», она действительно вот о том, что мы можем увидеть, ну, не то, чтобы вы засеркали, это может быть, вот, художник, он же видит, да, там, художник, поэт, неважно, там, с другой стороны как-то вещи, там стоит какой-то старый стол просто, вот, да, а сразу могут возникнуть какие-то ассоциации, там, свеча горит, что-то еще, да. И прежде чем начать, я сразу хочу такую ремарочку сделать, есть у меня там одно такое словосочетание «игрушечный бог». Вот. Откуда оно возникло? Дело в том, что у моей бабушки в деревне, значит, на комоде стояла такая статуэтка Ленина. Не знаю, почему, но вот у меня, когда я писал эту песню, вот этот всплыл в голове статуэтка Ленина, потому что мы в детстве что-то там тоже играли. Игрушечный бог. Ну, поехали. Пурятшие розы пылятся в углу среди пожелтевших газет, И легкие тени на первом снегу дрожат и меняют свой цвет. И пламя свечи еле слышно поет, и что-то играет в огне. Но с одной стороны, лишь нетронутый лед, слава сверкает во тьме. Но что там на той стороне? Но что там на той стороне? Скрипучая лестница на потолок и дверь в полутемный чердак, Покрытые пылью игрушечный бог, куклы и медный пятак. А старый сундук святотайны хранит детских сказок при полной луне. Но с одной стороны, он лишь метью покрыт, и слава сверкает во тьме. Но что там на той стороне? Но что там на той стороне? Тусклый, потертый, старинный комзол, еще помнит роскошный бал. Души обеденным старенький стол, это все, чем богат подвал. И французский пыль, слабый аромат слегка уловим в пустоте. Но с одной стороны, лишь бутылок ряд, слава сверкает во тьме. Но что там на той стороне? Но что там на той стороне? Хранит свои тайны старинной в мой дом тепло, уют и покой. Спокойствие, мудрость и радость, и в нем не хватит на реку с ликвой. Немного еще о чем стоит пропеть, что скрыто от глаз в глубине. И с одной стороны, я смогу разглядеть, что там сверкает во тьме. И что там на той стороне? 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 Субтитры сделал DimaTorzok